Друзья, здравия! С вами Шевченко Александр, Атимукта, и это видео об улучшении качества жизни от Академии Счастья. Сегодня раскрою интересную тему Создателя, того, что меня прям спрашивают часто, веришь ли ты в Бога? Вот, и я отвечаю, а что ты считаешь Богом, да? То есть, потому что многие люди, они просто что-то прочли или им сказали, что вот есть Бог. И они даже не задумываются о том, что это или кто это, и вообще, что это за явление. Хотя, ну, скажем так, мировоззрение людей меняется, и сейчас идет переход от темы Бога или Создателя, скорее, к переходу к тому, что мы понимаем, что все вокруг создано, только вопрос, кто этот Создатель, кто главный администратор. Вот, если это у нас такая, скажем так, симуляция, в которую мы погружены и играем как в игру, то, конечно же, да, у ней может быть администратор или даже множество администраторов, потому что многие, наверное, смотрели фильм «Матрица» и видели, как все это устроено, да? Есть множество других фильмов на эту тему. Я даже написал совсем недавно книгу «Мир и вечного познания», вот ссылочку будет в описании, там, где я очень хорошо раскрыл эту тему, именно тему Божества, тему Создателя и путешествия между Вселенными. Вот, так что же я хотел донести в главную очередь? Прежде всего, чем во что-то верить, важно знать это. То есть вера возникает обычно тогда, когда человек, ну, не знает, не наблюдал этого, а просто говорит «Ну, я верю в это», да, то есть есть там какие-то слова, признаки, кто-то сказал или написал об этом. И я говорю «Да, действительно», то есть кто-то, возможно, сказал «Наблюдал ли ты это сам?» Вот, и когда я что-то наблюдаю, то я могу честно и ответственно сказать об этом. Да, я знаю, я это наблюдал, то есть это моя целостность, это моя честность. Вот, и поэтому я могу говорить о том, что я действительно наблюдал, и я говорю об этом. То есть когда, например, говорю о процессинге счастья и о тех достижениях, которые он дает, я говорю действительно, я это сам испытал на себе, испытал, провел на других и увидел, что это помогает. Но помогает, конечно же, тем, кто готов. Кого я называю, ну, человек, который готов? Это тот человек, который реально готов менять свою жизнь, то есть у него есть ответственность. Вот, то есть он не перекладывает ответственность на, там, создателя или на кого-то еще. Он берет ответственность, то есть как свое, как сознание, как сам создатель своего ума, и начинает его перемоделировать. Что-то убирает, что-то дополняет. Вот это и есть такой процесс. Потому что когда вы администратор своего собственного ума, своей собственной системы, то мы можете ее переделать под вас. То есть вы можете удалить оттуда вирусы, что, в принципе, я делаю с помощью процессинга счастья. То есть мы удаляем те ненужные программы, которые заложены в человеке, в его уме, и зачастую о которых он даже не догадывается. И, конечно же, когда мы удалили все эти, скажем, вредоносный код, то после этого человек начинает уже по-другому себя чувствовать, у него больше внимания, у него меньше, скажем, загружена его оперативная память, и он лучше гораздо может двигаться дальше, и уже сам, используя технологию, улучшать свою систему. То есть он становится ответственным, он становится администратором, он становится создателем своей собственной системы, и может, уже зная правила, управлять ею. Вот к чему я веду. То есть что каждый может стать Богом, стать создателем. То есть и путь лежит через удаление вот этого негативного заряда, вредоносного кода, и через то, чтобы прийти к ответственности, то есть стать ответственным за свое состояние, и, конечно же, постоянно улучшать его, то есть заниматься ежедневной практикой, которая помогает рассматривать, как есть, и улучшать состояние. Что, собственно, я и делаю. Это как раз и называется процессинг счастья. Так что, друзья, приходите на мой канал. Завтра будет в 19.00 по Киеву прямой эфир, где я расскажу подробнее о процессинге счастья, о том, как устроен ум, как устроена Вселенная, и, конечно же, отвечу на вопросы. Вопросы можно писать прямо в комментариях под видео. Оно уже размещено как премьера на моем канале. Так что, оставляйте комментарии. И, конечно, подписывайтесь на канал, ставьте отметку вверх, нравится, и колокольчик для того, чтобы были напоминания у вас о новых видео и о прямых эфирах. На этом на сегодня все. Всем добра, осознанности, счастья, и до скорой встречи.